И Будда — это полностью функционирующее существо, обладающее семиспособностями. Поэтому шансы узнать о буддизме в таком контексте обладают доброе значение. И, говоря, это может выглядеть немножко запаленно, но на самом деле точно и очень полезно. Можем просто посмотреть на огромную смесь эмоций, которые мы сегодня называем любовью. И мы заметим, что у вас много чувств, но мы не знаем, как их приверить, куда их отнести. И здесь буддизм просняет эту тему, говоря о том, что любовь состоит из четырех вещей. Во-первых, это, собственно, любовь. Нам кто-то нравится, нам нравится быть с ним, мы хотим с ним многое разбереть. Но если кто-то потеряет работу или у него проблемы со здоровьем или в семье, то у нас тогда выходит другой аспект, который называется сочувствие. И сочувствие не следует путать с жалостью. Казалось, действительно, лишая людей шансов. Это как будто мы говорим, да, бедняжка, я тоже не думаю, что у тебя получится. А сочувствие – это понимание того, что в наших бесчисленных жизнях мы побывали во всевозможных ситуациях и проблемах, и как ты из них выбрались. Поэтому вот это такое чувство у меня получилось, и я уверен, что у тебя получится. И третий аспект, который идет гораздо дальше, мы называем его «сопричастной радостью». Когда мы слышим, что в какой-то ужасно перенаселенной стране в Африке, где последние особенные виды животных уже умирают, потому что людей слишком много, и ни у кого нет шансов на нормальную жизнь. Это что мне удалось сократить раздаемость. И мы думаем, как замечательно теперь мы можем построить школу или больницу, или дорогу, и все это не будет съедено со взросающим числом мотов. И последнее получение, относящееся к самому высокому, абсолютному уровню, это аспект любви, называемый невозмутимостью или равностью. И это предполагает понимание того, что сколько бы ни было болезненных картинок в зеркале, свечение зеркала всегда присутствует. И самые плохие и впечатляющие вред существа могут в какой-то момент осознать то, что воспринимают эти образы. И таким образом развить в себе ценные человеческие традиции. На самом деле, это книга о бульдизме. Вдохновила меня на нее моя жена. Прежде чем я ее встретил, я отбирался по крайней половине баров в Катангаге. Сделал довольно много того, что не вполне согласуется с законом. И моя жена сделала из меня человека. И моя жена повлияла на меня, повлияла очень хорошо. И с этого мы делали вместе очень много красивых, хороших вещей. И для тех, кто пока она не умерла, несколько дней назад, она умерла очень красиво на самом деле, сидя в моих объятиях. И в буддизме у нас есть то, что называется «Кола». Это означает «высылание». Мы с ней научились уже в 73-м году в тибетском лагере беженцев. Она была в клиническом лагере 15 раз. Она чувствовала, что она хотела, чтобы она помогла. И она вернулась. И пульс и живописицы снова появились. Но потом она не умерла, потому что она просто умерла в кансер. И она 15 раз была в состоянии клинической смерти. И потом было такое ощущение, что она хочет посмотреть, не может ли она еще пользоваться этим телом для того, чтобы ее приносить позже других. И тогда возвращались дыхания, сердцебиение. Но потом она снова уходила, потому что ее тело просто взорвалось от рака. И на 16-й раз я держал ее в своих объятиях. Мы сидели вместе с ней. Я отправил ее ум в состоянии высшего блаженства. И она оставалась всю ночь в моих объятиях, постепенно остывая. И утром она выглядела так, как будто только что съела что-то невероятно вкусное. И она ушла в чистые страны, ушла в состояние блаженства. И почему жизнь, когда мы знаем ум, становится так полной силой? И приводит к тому, что хорошие условия строятся даже и тогда, когда мы покидали свое тело. Это причина, понимание того, чем мы в действительности едаемся. И мы не являемся своим телом, потому что тело все время меняется. Мы не являемся так же своими мыслями и чувствами. Я являемся мы тем незавершимым зеркалом, которое присутствует за всеми картинками. И когда мы узнаем, что являемся этим незавершимым сознанием, мы становимся бесстрашными. Это бесстрашие, когда мы осознаем, что не являемся своим телом или мыслями и чувствами. В случае еще парашют не раскроется и произойдет хлопком шлоп. Понимание того, что мы являемся осознаванием, тем, что осознает, делает нас бесстрашными. И когда появилось страшное, мы перестаем быть человеком, который надеется на хороший фильм в кинотеатре. Потому что если фильм окажется плохим, то мы потеряем свой вечер и рубли. Вместо этого мы становимся хозяином кинотеатра. И здесь наша способность к восприятию становится важнее, чем самовоспринимаемое. Здесь для нас становится важно просто, чтобы не было трех в экране и проектор работал. Это важнее, чем будет ли фильм много лучше или хуже. И наконец мы обнаруживаем, что других много, а я один. И это создает очень приятное состояние ума, называемое сочувствием. И эти три качества – бесстрашие, понимание того, что ум – это разрушимое пространство. Радость, переживание его богатства и свободной игры. И активное сочувствие, возникающее из понимания того, что других обеспечивается на множество. И они хотят счастья, а мы – только один человек. И эти совершенные качества, я считаю их таковыми. На самом деле развиваются благодаря любви. Прошки с парашютом возбуждаются, из данного мотоцикла мне тоже нравятся, но то, что приводит к глубинным изменениям, и развитию – это любовь. Мои родители это демонстрировали, у них было это качество. Прекрасные отношения. И родители Ханны, моей жены, также были чудесные отношения. И у нас тоже, мы тоже разделяли это чувство, мы чувствовали себя как два одноядцевых близнеца. И это в честь моей жены, на самом деле мы писали эту книгу. И также Катя Хартонг мне много помогала. Это женщина с богатой внутренней жизнью. Она отвечала за хороший немецкий язык в этой книге, который сейчас, как я слышал, превратился в хороший русский. И так же, как остальные мои 8-10 книг, она опубликована в более 20 языках. И если вы думаете, что я слишком много рекламирую, это не так. Я на самом деле ни одной копейки не возьму от продажи этих книг. Все заработанные деньги останутся в России и пойдут на строительство буддийских центров. Это то, что вы узнали, что вы также поддерживаете эту важную работу. Я нахожусь в удачной ситуации, что могу это сделать. Это не то, что должны делать другие, если не могут, если это причинит вред. Но, если у вас есть какие-то вопросы, пожалуйста, задавайте.